Привет. Сегодня мы с вами попробуем автоматически подеплойить с GitHub. То есть заведем проект, который будет хоститься на GitHub, и когда он что-то будет коммититься в мастер, он будет тестироваться, а потом еще и деплоиться. Вы, наверное, помните, что в одном из предыдущих видео я заводил сайт People's Bay Dev, который там на Ubuntu крутился, там все классно, хостинг и прочее. И в частности, я туда заходил по SSH, создавал индекс HTML, редактировал его, и он появлялся на сайте. Сейчас на сайте лежит фраза «Привет, мир!», а хотелось бы положить туда что-то более интересное. Так вот, я это интересное сверстал, сделал какую-то структуру, сейчас мы с вами попробуем ее собрать, заведем на GitHub, автоматически задеплоим и вообще будем тестировать. В общем, сегодня мы будем не столько верстать, сколько немножечко девопсить и немножечко автоматизировать. Кому это вообще может быть нужно? Ну, например, эта штука вообще целиком называется CI-CD, то есть Continuous Integration, Continuous Delivery. Это позволяет вам иметь код где-то на GitHub в мастере, а когда новые части кода приходят из других веток, из других форков, от ваших коллег или от внешних контрибьюторов, они будут проверяться, прежде чем интегрироваться в мастер, и более того, из мастера они будут автоматически деплоиться на сервер. Это довольно простая, на самом деле, схема интеграции и деплоя. Бывают гораздо более сложные, там, всякие стейджинги и прочие истории, но она, мне кажется, достаточно простая, чтобы применить ее практически на любом проекте, будь это сайт для вашего кота или сайт для вашей фирмы или что-нибудь такое. Даже любой open-source можно тестировать во время принятия pull-requests. В общем, безумно удобная система. Давайте попробуем ее завести. Сначала посмотрим на наш проект. Структура там примерно такая. Всякие служебные файлы, package.json, gitignorer, editor.config, мы все их еще посмотрим. Понятное дело, not-modules. И исходник проекта лежит в папке source. Заходим сюда. У нас здесь обычная HTML-страница. Тут логотип, тут какие-то стили подключены. В стилях у нас, понятное дело, индексный файл, куда импортируются другие файлы. Там все собирается. Ну, в общем, какую-то структуру я себе здесь накрутил. Как это все в итоге выглядит? Давайте попробуем запустить и посмотреть. npm start. Ну вот, у нас есть вот такой вот сайтик. По сути, просто заглушка с картинкой. И если посмотреть, то любое редактирование тут же отражается на результате. У нас здесь еще есть live reload. Это довольно удобно. Это для локальной разработки. Ну и то же самое там для индексного файла. Можно какие-то вещи там прятать, показывать. И оно тут же отображается здесь. Очень удобно для разработки. Как это все устроено? У нас есть файл package.json, в котором, собственно, вся эта магия происходит. Никакого галпа, никакого веб-пака, никакой сборки здесь нет. Для начала посмотрим на зависимости. У нас здесь browser sync для той самой магии, которую мы только что видели. У нас здесь editor config checker. Он у нас проверяет то, что файлы соответствуют конфигу. Мы на него посмотрим позже. HTML minifire сжимает HTML файлы. PostCSS CLI запускает плагины. И вот эти вот два плагина. Плагин сжимающий и плагин склеивающий импорты. В общем, все просто. Отдельно у нас расписаны скрипты. Browser sync в командной строке запускает сервер, старт сервер. Он смотрит в папку SRC. Он не показывает уведомлений. Он не показывает интерфейса. Он нам не нужен. Он смотрит в папку SRC. И файлы, индексы, HTML и все файлы стилей, он их вотчит и обновляет, если что-то изменилось. Простейший сервер из командной строки. EditorConfig Checker проверяет все файлы на соответствие EditorConfig и не проверяет вот эти вот по маске. Дальше. HTML minifire. Remove comments. Call up white spaces. Обычные настройки, которые я использую. В качестве входа берется папочка SRC. В качестве выхода папочка dist. И проходится исключительно по файлам с расширением HTML. Стили прогоняются через post-css. Это входной файл. Используются два плагина. Post-css import и post-css css o. Карты кода нам не нужны. И все outputится в dist styles index.css. И все эти команды, HTML и styles, объединены в отдельный скрипт build, чтобы покороче писать. То есть npm run html и npm run styles. То есть обе этих команды запускаются, если я запущу npm run build. Отдельно у нас есть команда deploy, но про нее мы поговорим попозже. Вы могли заметить, что я не использую этап сборки во время локальной разработки. Да, действительно так. Я на самом деле очень люблю делать максимально легкую локальную разработку, чтобы там не было сборки, компиляции и всякого вот такого сложного. Это один из способов смотреть на вещи. Есть еще и другой, когда вам во время разработки крайне важно иметь результат идентичный продакшену. То есть полный результат вы не получите никогда, даже с докерами всякими и так далее. А вот приближенный, наверное, можно. Плюс еще бывают более сложные проекты, где без сборки вообще никак. У меня здесь проект довольно простой, поэтому я сказал, сборка мне не нужна во время разработки. Сборка — это отдельный шаг. Давайте запустим сборку вместо сервера. npm run build. Вот, у нас выполнилось две команды. HTML и styles. И что мы получили? Папочку dist. Здесь индекс HTML. Видите, сжатый уже. Здесь styles, и здесь всего один файл индекс CSS. Вместо группы файлов, которые вы видели до сих пор. Нужна ли такая сложная сборка для вот такого простого проекта? Конечно, нет. Точнее, может быть нужна, может быть не нужна, но как бы, скорее всего, не супер нужна. Но я здесь очень хотел не делать сложного развесистого проекта, но все-таки показать сборку. Так что, предвосхищая все вопросы, это демка. Дальше посмотрим на deploy. У нас в файле package.json есть еще скрипт для деплоя. Deploy.cd.dist и rsync.archive.compress.delete. Ла-ла-ла. С такими-то доступами вот в такую-то папку на удаленном сервере. Давайте попробуем это все запустить и посмотреть, что получается. То есть, папка build у нас уже есть. Точнее, dist. Мы сейчас из нее сделаем deploy. То есть, пишем npm run deploy. Раз, задеплоилась. То есть, по адресу people's bin.dev должна лежать копия нашего вот этой заглушки. Смотрим. Действительно лежит. То есть, в принципе, у нас уже вполне себе рабочий проект. Мы его можем разрабатывать, мы его можем собирать, и мы можем его доставлять на удаленный сервер. Все локально с нашей машины, с нашего компьютера. Но для того, чтобы его разрабатывать, нам, собственно, эта локальная машина, этот локальный компьютер и нужны. И только нам. То есть, этот весь код, он запускается прямо здесь и сейчас, только если у вас все настроено. Более того, deploy. Что такое deploy? Это нужно приконнектиться по SSH на удаленный сервер, открыть этот тоннель, через него запустить копирование, и только тогда у вас файлы окажутся на сервере. То есть, здесь используется личный мой ключ для доступа к серверу. Только тогда файлы попадают на сервер. А если в вашем проекте участвует много людей? Соответственно, каждому из них нужно выдавать доступ на сервер, чтобы они могли деплоить. Это не очень-то удобно. Вместо этого, этот ключ для деплоя можно положить на сервер GitHub, секретное местечко. Там же иметь весь исходный код, и при коммите в мастер запускать сборку, пользуясь этим ключом, деплоить все на ваш сервер. Это довольно-таки безопасная вещь и довольно-таки удобная, потому что вы ключ в итоге храните в одном месте, и вам не нужно его раздавать многим людям, и у всех есть доступ. Соответственно, повышается количество итераций, количество людей, которые в этом проекте могут участвовать. Безумно полезно. Всем страшно рекомендую. Кстати, если вы все-таки завели вот эту вот сборку, которую мы дальше будем делать, все-таки оставьте у себя локально в проекте возможность деплоить тоже, не убирайте, потому что иногда нужно что-то срочно задеплоить, а тесты не проходят, или там, не знаю, сборка сломалась, удаленная, например, или что-то идет не так, всегда нужно иметь аварийный способ что-то задеплоить, отправить на сервер. Для начала давайте добавим сюда, собственно, репозиторий. А сначала мы его создадим. Закрываем. Идем на github.com. Эта штука создает репозиторий. И создаем здесь репозиторий, например, peplesbay.dev. Создаем. Копируем путь. И давайте заведем его в нашей существующей папке. Создадим пустой репозиторий. git init. А теперь добавим remote. git remote. add origin. И адрес нашего репозитория. Добавили. Все, видите, появился вопросик. Давайте проверим, что у нас тут. git status. У нас есть новые файлики. Это у нас репозиторий. Давайте мы их туда отправим, на сервер. git add. git commit. Ну, напишем типа что-то вроде start. И git push origin master. Смотрим, что у нас здесь. Да, все наши файлы уже лежат на сервере. Но пока здесь ничего автоматически не собирается. Смотрите, здесь есть вкладочка actions, в которой есть только советы, как завести новые экшены. Пока экшенов в нашем коде нет. Что за экшены? Это github action. Это такой сервис, который появился вокруг github, который позволяет запускать различные автоматизации, когда меняется ваш репозиторий. То есть, например, код пришел в ветку master, и я могу что-то запустить. Или, например, открылась новая ишья, и я могу зайти туда роботом автоматически, скриптом моим, и написать приветственное сообщение. Или проверить эту ишью на наличие, не знаю, плохих слов или еще что-нибудь такое. В общем, эта штука позволяет автоматизировать все, что у вас работает с github. Вы могли слышать о сервисах вроде Travis, Jenkins и типа того. Это вот примерно то же самое. CI, CD, автоматизация вокруг репозиториев, например. И раньше все пользовались Travis, но как только появился github actions, все, конечно же, перешли на что-то более адекватно работающее и лучше интегрированное с github. Чтобы github action заработали, нужно написать простые YAML-файли и положить их в специальную структуру в вашем репозитории. То есть, у вас появляется папочка .github, workflows, и там появляются дополнительные файлы тех самых экшенов. Давайте создадим наш экшен. Сначала нужно создать папку github с точкой в начале. github. Дальше в ней создать под папку workflows. Workflows. И в ней создать файл. Например, мы здесь напишем test.yaml. И скопируем сюда уже готовый конфиг. И я вам расскажу, как он работает. Вначале у нас есть имя нашего теста. Здесь мы слушаем события. Мы слушаем сначала pull request, потом слушаем push. И слушаем push не просто везде, а именно в ветке master. Что это вообще значит? Ну, смотрите. Когда к вам кто-то пришел с pull request, этот экшен запустится и проверит код, который пришел с этим pull request. Когда ваш код попадет в мастер, он тоже запустится и, например, покажет вам, какого цвета тесты в этом шильдике в вашем ридме. То есть мы описали события, которые происходят, когда ваш код каким-то образом меняется в репозитории. Дальше мы описываем набор работ, действий, которые будут происходить. И здесь имя, lint. То есть мы будем, по сути, линтить код. Все это запускается на последнюю версию Ubuntu. Здесь описываются версии, которые мы будем дальше использовать. Node.js, например, 12-е, текущая стабильная, LTS точнее. Здесь, наконец, начинаются шаги, которые мы будем выполнять в этом экшене. Сначала мы настраиваем окружение. Здесь у нас существующая уже, изготовленная GitHub'ом, экшен-чеккаут, который чеккаутит ваш локальный репозиторий на отдельный, вновь созданный сервер для вас. Здесь на этом же отдельном сервере устанавливается Node.js. Дальше, после того, как все настроено, вот этот блок прошел, и мы начинаем вот этот блок. npm-ci и npm-test. Что за npm-ci? npm-ci — это не npm continuous integration, как я думал. npm-ci — это просто npm install специальный для автоматизации. Он запускается быстрее, он не для разработки, он для конкретных задач по автоматизации, для постоянного частого запуска npm-а и для установки всех зависимостей. То есть эта штука быстрее просто сработает. Сразу после npm-ci запускается npm-test. Та самая команда, которую вы описали в своем package.json. То есть тест — это ее псевдоним, а что именно запускается, написано в package.json. Давайте посмотрим, что именно запускается. Идем еще раз в package.json и внимательнее рассматриваем. Да, у нас есть npm-скрипт-тест, в котором записан editor-config-чекер, у которого эксклюзиваются отдельные файлы. Так вот, что этот editor-config-чекер проверяет? Он проверяет соответствие вашего кода файлу editor-config. Если вы вдруг не знаете, что такое editor-config, бросайте все, закрывайте это видео или ставьте на паузу и срочно идите читать. Добавляя такой editor-config в собственный проект, вы получаете кучу преимуществ. Вы сможете тестировать ваш код и, собственно, обозначать, какие правила приняты в вашем проекте. Ваш редактор поменяет свои настройки самостоятельно или с помощью устанавливаемого расширения и будет соответствовать этому editor-configу. То есть, сохраняя файл, вы уже будете сохранять его правильно. И вы еще дополнительно сможете на GitHub увидеть, как GitHub подстраивается как редактор, как просмотрщик кода по тот же самый editor-config. Короче, безумно полезная технология. Правда, используйте обязательно. Ну и давайте отправим наш GitHub Action на сервер. На этот раз закоммитим через интерфейс. Почему бы и нет? Стейджим и пишем. Добавляет Action. И отправим на сервер. Ушел на сервер. Обновляем. Да, появилась папочка GitHub Workflows. Давайте сходим в вкладочку Actions, где кое-что поменялось. Идем сюда. Тут запустился тест под названием Test, и в нем конкретно выполняется работа под названием Lint. И мы прям видим, что здесь идет работа. Пошла работа, установили зависимости. Оп-оп-оп. Смотрите, все получилось. Тест зеленый. То есть сейчас мы видим, что у нас последний коммит проверился GitHub Action. И сейчас у нас является зеленым. То есть тесты прошли. В итоге у нас локально тесты проходят. У нас тесты проходят на сервере. Ну, то есть у GitHub там, вокруг репозитория. Теперь мы добавим наконец-то тот Action, ради которого все это здесь и происходит. Action для деплоя. У нас уже есть локальный деплой. Нам нужно настроить его так, чтобы он срабатывал не только у нас локально, но еще и на удаленном сервере. Итак, давайте создадим еще один Action и назовем его прямо так и назовем. Deploy YML. И скопируем сюда уже готовый Action и пройдемся по нему, что здесь происходит. Он чуть больше, он чуть сложнее, но не принципиально. Как обычно, у нас есть имя у нашего деплоя. Он срабатывает во время пуша и только в ветку мастер. То есть мы хотим деплоить только из мастера. Pull Requests нас не интересует, другие ветки нас не интересуют. Но только если мы, допустим, хотим создать стейджинг из каких-то других веток, мы можем завести отдельный сервер для деплоя на отдельные ветки. Но пока все, что попало в мастер, является стабильным и попадает на сервер. Дальше. Job под названием Deploy. Здесь все то же самое. Ubuntu, Node.js, Checkout, Node.js. Все. И здесь начинаются уже некоторые изменения. Давайте внимательно посмотрим на эту часть. Перенесем, чтобы было видно, и разберемся, что здесь происходит. Для начала сходим обратно в Package.json и посмотрим, что происходило там с деплоем. Как устроен был деплой здесь? CD dist и rsync, такая команда, со сжатием, с архивацией, удаляя файлы, которых там нет на удаленном сервере. В текущей папке, то есть папке dist.deployed с такими-то правами в такую-то папку. То есть, в принципе, здесь все хорошо. И оно локально отрабатывает. Это мы с вами видели. Здесь все чуть сложнее. Нам нужно получить ключ, прежде чем мы сможем делать тот же самый деплой. И команда, как вы видите, практически идентичная, которая здесь запускается. Но кое-что здесь дополнительно происходит. Именно вот эта часть. Я уже вам говорил, что чтобы на удаленном сервере у вас получилось приконнектиться к вашему серверу другому, на котором сайт живет, и скопировать туда файлы из анонимного, только что поднятого сервера, вам нужно где-то достать ключ. И этот ключ мы добавим сейчас в настройках на GitHub. Давайте откроем консоль и здесь напишем cut, команда, которая выводит содержимое. И здесь ssh, id rsa, и смотрите, у нас есть два варианта. id rsa, id rsa pub. Pub — это ваш публичный ключ, который лежит на сервере, где лежит ваш сайт. Вам нужен приватный ключ, чтобы подключиться к этому серверу. Именно их соответствие и пустят вас на сервер. Поэтому мы берем и копируем приватный. И здесь мы добавляем еще в буфер обмена. pb.copy. Выполнили. Теперь в буфере обмена лежит мой публичный ключ. Иду в настройки репозитория. И там его завожу. Идем сюда. Идем в секреты. И здесь создаем новый секрет. Называем его key. Ну, просто ключ. Не важно, как угодно. И вставляем сюда наш секрет. Добавляем его. Теперь у нас есть секрет с псевдонимом key, который мы можем использовать в нашем deploy скрипте. Возвращаемся в mtpsb.dev. И давайте еще внимательно посмотрим, что происходит в нашей экшене. Здесь начинается настройка ключа. Здесь есть команды специальные, которые на этом голом, только что поднятом сервере, запускают установку этого ключа в нужное место. То есть, home — это псевдоним текущей директории текущего юзера. Это папка ssh, где ключи должны храниться. И здесь из переменной окружения, secret key, она записывается сюда, выставляются нужные права. В общем, происходит копирование из гитхаба, из настроек гитхаба, на этот удаленный временный сервер нашего ключа. Дальше происходит все то же самое. npm-ci, npm-run-build. А здесь снова происходит кусочек магии. Мы берем наш обычный deploy-скрипт из нашего npm-скрипта. И, как я уже показывал, используем дополнительную команду вот эту. Эта команда прокидывает наш ключ в rsync параметром. То есть, здесь запускается отдельная команда перед работой rsync, чтобы он получил доступ. И дополнительно снимается проверка на незнакомый хост, потому что она вылетает, и с ней нужно что-то делать. В итоге это обычный деплойный скрипт, просто он использует нюансы по настройке нашего ключа и использует сам этот ключ, который мы только что настроили. В итоге, если мы сейчас этот workflow добавим на гитхаб, а потом закоммитим что-то в мастер, после этого коммита запустится экшен, который все соберет и задеплоит на сайт попелсби-дев. Давайте проверим, как это работает. Для начала закоммитим все это. Опять застейджем, добавляет экшен для деплоя и пушим это на гитхаб. Обновляем репозиторию, идем в экшены. Во! Запустилось два теста, видите? Один из них, собственно, тест, а другой деплой. И смотрим, что здесь происходит. Видите, тут сейчас сборка происходит. А сейчас происходит rsync. О, все пошло. И сейчас на сайте попелсби-дев, по идее, должно было что-то задеплоиться. Как мы это можем проверить? Ну, давайте возьмем и навредим как-нибудь. Например, откроем индекс HTML и закомментируем какую-нибудь, не знаю, часть логотипа. Например, правую часть логотипа закомментируем и закоммитим это в мастер, чтобы испортить все. Портит лого. Пушим. Идем на гитхаб и ждем, когда все придет. Появился. Портит лого. Смотрим, как он запускается. Пока только начинает запускаться. Вот, поехала, поехала. Поехала. Зависимости ставят. Отлично. Теперь началась сборка. Чекауты, ключи. Все очень быстро завершилось. Давайте посмотрим. Действительно, довольно-таки быстро, меньше чем за минуту мы запушили, и у нас исчезла секция нашего логотипа. В итоге мы научились делать две вещи. Мы локально научились тестировать и собирать наш сайт, и деплоить это все на удаленный сервер, а потом взяли то, что у нас есть локально, и перенесли, точнее, оно уже хранилось там. Мы положили код в репозиторий на гитхабе, добавили к этому ключи, чтобы можно было деплоить, и добавили два экшена, которые один тестирует, а другой деплоит. В итоге любой код, который попадает на сервер, тестируется и попадает на удаленный сервер. Знаете, что самое классное в этом? Что теперь вы можете, просто имея мобильный телефон, открыть либо приложение гитхаба, либо просто мобильный сайт гитхаба, зайти, отредактировать любой файл в вашем репозитории, сохранить, то есть закоммитить, и он тут же, меньше чем через минуту, соберется и задеплоится в интернет. То есть вам не нужно думать, о господи, скорее бы добраться до дома, скорее бы поднялся интернет, или еще что-то подобное. Вы можете просто взять и сделать правку на ходу, а бывают ситуации, когда это крайне важно, и вариантов у вас особо нет. И более того, это может сделать любой человек с доступом к этому репозиторию. Соответственно, вы можете настроить доступ к мастеру, вы можете запретить пушить в мастер, вы можете настроить весь workflow исключительно через pull request. В общем, гибкость подобного окружения, подобной сборки автоматической, бесконечно классная. Ну, в общем, это все. Я пойду починю логотип, потому что так некрасиво. А так весь код будет лежать в отдельном репозитории. Наверное, по PLSB dev репозиторию я удалю, но у меня есть отдельный репозиторий для демок к этому блогу, и там будут лежать все настройки, все конфиги, все экшены, и вы сможете, конечно, локально с этим поиграть, потестировать и так далее. Также я дам ссылку на репозитории сайта веб-стандартов, где лежат другие экшены, которые, опять же, валидируют HTML, линтят CSS, линтят стили и маркдаун даже линтят. В общем, много чего полезного делают. Мы сегодня сделали две очень простые вещи. Можно сделать гораздо-гораздо больше. Но деплой — это довольно-таки важная штука. Напоминаю, что это видео первыми увидят патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео раньше всех, становитесь патронами. Это довольно-таки просто. Любые скромные суммы раз в месяц, и мы немножко ближе. Но если вам и так хорошо, заходите в комментарии, обязательно высказывайтесь лайками, дизлайками, что вы об этом думаете, и советуйте, критикуйте, что вы там умеете делать. До скорого!